Важно что-то заказываешь впервые, и об этом я никогда не мог себе этого позволить. В 29 лет у меня появился автомобиль, об этом мы поговорим. В 31 я заработал на квартиру, и в 34 я открыл свою клинику. Вот так я жил в 2006 году. Это видео, общежитие, как бы так жили полгода. Случилось так, что там был ремонт, короче, они там это все беспоминали, и проблема не в отсутствии унитаза. Проблема не в том, что не было горячей воды. Проблема в том, что в тот момент у меня не было ментора, как у вас. Ну, а вот не было эксаха, не было мегатренинга, и я не видел ни одного довольного врача. Все врачи недовольны. Поверьте, во всем мире до сих пор большинство врачей недовольны своей специальностью. И когда ты в этом всем недовольствии, в этом всем негативе живешь, вот как развиться, как все это лучше, это очень сложно. И, конечно, мне было бы хорошо, приятно, если бы в тот момент был эксаха, давай, приходи, я тебя прокачаю и так далее, но этого не было. А у вас это возможность не было. Снимите все это видео, снимите эти слова, это очень важные слова. Не пытайтесь сразу что-то построить, построить стену. Не говори, что ты построишь самую великую стену, лучше каждый день кирпич за кирпичиком складывайте, делайте правильно, делайте позитивно. И у вас обязательно, обязательно со временем выстроится крепкая стена. Чем вы сразу начнете, сразу, сразу, сразу все это делать, все это внедрять. Во втором блоке мы с вами поговорим о волшебном пенделе. Я часто говорю, голд пенделе, или там волшебный подзатыльник. То есть нужно найти, что вас промотивирует. И если нету этих пенделей, если у вас все прекрасно, если так случилось, вы там родились в состоятельной семье, или не знаю, не шли там богатого мужа и так далее, все равно постарайтесь это сделать. Как это делали? В 2012 году я стоял на Бессарабке в Киеве, вот так вот на углу, сзади у меня магазин Шанель. Мне 27 лет, 10 лет обучения, закончил клиническую ординатуру, лор-хирург, мечтаю стать классическим хирургом. И что меня тогда удивило? Несмотря на все это, я смотрю на пробки в Киеве, и я понимаю, у меня машины нет. В Киеве проехать невозможно, нереально, а я вроде бы как бы умный, нормальный и так далее, но у меня нет машины. Я думаю, я что-то делаю не так, но что-то неправильно. Но у меня есть две руки и две ноги, я вижу, слышу, что-то, что-то не так происходит. Я начал включаться. Кстати, прикольный кейс. Приезжает ко мне на этой неделе доктор из Беларуси, он едет ко мне по пробкам в клинику час, говорит, у вас точно проблемы в стране? То есть, когда ты приезжаешь в Беларуси, ты понимаешь, что проблемы есть. В машине дороги пустые, рестораны пустые. У нас цена за просмотр фильмов, кино, плюс попкорн, дороже консультации врача, и ты за две недели должен покупать этот билет. Ты не можешь припарковаться в кинотеатре, в супермаркете, в центре города и так далее. И мы живем в кризисе, зашлись. И в 2012 году я начинаю, так скажем, вот сейчас модно делать, диджитализировать. Все это выходит из сети, выкладывает это все в сети, всю свою работу. И в 29 лет я зарабатываю на первый свой автомобиль. И сейчас у меня есть клиника. Дизайнер клиники Максим Мацейко, сейчас в зале похлопаете ему. Мой друг сделал очень крутой продукт. Но откуда, как вот появился этот скачок с 2006-2019, благодаря чему? Благодаря чему все это произошло? Кстати, в такой клинике в Украине нигде больше не видят. В принципе, иностранцы приезжают, и они тоже в шоке. Благодаря тому, что я старался всегда быть честен, и те, кто следят за мной в социальных сетях, все это видят в сторис и в публикациях. Я рассказываю все как есть. И я начал, цена популярности у меня была ноль. Это цена за интернет. Я начал все выкладывать в сеть. Я начал вести прямые трансляции в интернете. Вот смотрите, как танцует моя санитарочка после операции. Да и спаси, так все нормально. Вон анестезиолог, видите, ведет прямую трансляцию. А вот девушка, она говорит, ведите прямую трансляцию, и она одновременно отвечает на комментарии во время прямой трансляции. И всему миру это понравилось. Про меня написали The Sun, Daily Man, New York Post. Да, они написали Ukrainian Crazy Doctor, назвали меня Selfie King и так далее, но это произошло. И ты никогда не знаешь, когда ты станешь популярным, когда это произойдет. Второй момент, у вас должна быть точка зрения. Да, вот Комаровская. Вот он за вакцинацией, вот кто-то против, он рассказывает. Точно так же и у меня. У меня есть точка зрения, я про нее рассказываю, и я к этому иду. И вот недавно был пост, когда я вначале говорю там, всем необразованным косметологам посвящается. Я что имел в виду? Что я рассказываю это тем, кто не имеет медицинского образования. Но большинство людей обиделись, и подумали, что я их называю необразованный. Думайте позитивно. Если вы думаете негативно, ну, ссори, значит вы не из моей команды. Как записывались ко мне на операцию? Как я сделал вообще первую грудь в своей практике? Это было 2016 год, 15 надо посмотреть. Пришла девушка, говорит, вы когда-нибудь делали грудь? Я говорю, нет. Ну, я до этого на сыт уходила, так далее, с операцией. Она говорит, ну, вы же будете стараться? Я говорю, ну да. Она, ну, окей. Вот это была моя первая операция. То есть я не рассказывал, ну да, я там 20 сделал, ну, я не выкладывал, они были против и так далее. Будьте честны. Как стать лучше? Будьте немножко крэйзи. Берите примеры. Для меня крэйзи, вот пример мой друг Виталий Гаевец, который создал нереально крутой продукт, нереально классную мужскую клинику, клиника Граль. Он тоже сегодня в зале. И он меня драйвит. Мне нравится, что он делает. Ну, он немножко сумасшедший, но это правильно. Старайтесь собрать команду. Но когда вы собираете команду, когда вы строите отношения, не знаю, семейные, любые, старайтесь максимально создать наиболее благоприятные условия. Вот сразу же, вот в течение месяца-двух, и человек, вот вы увидите, он сразу проявит все свои негативные качества. И вы посмотрите, вы можете жить с этими негативными качествами? Ну, этот сотрудник вам нужен или нет? Или как в семейной жизни? Человек расслабляется, и вы его... И ловите. И вот фраза, которую сказала, я дополнил, Гарри Каргоцкий, резнуть она не больно, про то, как мы общаемся с коллегами, с начальством. Да, можно сказать, комплиментик, два-три, подарки. Но когда вы зализываете все это, когда вы слишком такие, ну, это уже перебор. Не нужно там обваливать директы, смс-ки, стоять под геминетом. Это всегда неприятно. Не делайте этого, если вы хотите быть успешными. Недорого что-то сегодня создать, потому что у вас уже есть мобильные телефоны. Раньше было сложно. Видео, нужна видеокамера, видеооператор, фото, фотокамера. У вас есть телефон. Они нереально круто снимают и все это показывают. И посмотрите, какое видео мы начали делать. Это будет фильм, художественный фильм. Уже были фильмы в кинотеатре, но этот фильм я буду показывать Европе. С художественной точки зрения я показываю, насколько красивая хирургия, насколько красивые перевоплощения. Когда мы снимали этот фильм, ну, нет шанса на ошибку. Не может быть второго дубля, второго кадра. Да, я разрезал, нет, давайте переснимем что-то другое сделать. Все, мы снимали это все операционно. Девочка из Лондона. И мы это покажем так, что вы не будете закрывать глаза, вам понравится все. Вы ощутите всю эту прелесть, всю эту красоту. Это то, что мне нравится. И не только хирургию так можно показывать. Даже, не знаю, вы бариста, вы делаете кофе, это можно показывать. Вы делаете пластиковые локты, тоже это можно красиво показать. Главное, чтобы это было желанием. И всегда старайтесь бить в одну точку. Видео немножечко смешное. Тоже вам понравится, будете снимать. Леди Гага, ну, с другой стороны откроется. Смотрите внимательно. There can be a hundred people in the room and 99 don't believe in you. But I had this one incredible talent. Я планирую. Одно и то. Одно и то. Достаточно выучить эту фразу, вы уже поняли. И там еще очень много таких кадров. И некоторые спикеры так выступают. Но это не говорит, что это плохо. Можно красиво это выучить, но человек бьет в одну ночь. Он постоянно говорит эту фразу, и люди это услышат. Ну, знаете, когда я начал анализировать свои сети, я понял, что я использую трюк Гаги. Видите, у меня похоже. Я опираюсь всегда на левую ногу, не знаю почему. Возможно, это тоже такой крючок. Так вот, сфотографируйте этот слайд, и в конце сегодняшнего дня, в конце завтрашнего дня, ответьте честно на все эти вопросы. Они вам помогут. Какая ваша цель? Зачем нужно? Вот моя всегда цель была заработать денег. Ну, я не скромный, не было их. Мне не нужны были, чтобы прожить в Киеве. Кто вы? Какой у вас продукт? Что вы хотите пиарить, рекламировать? Для чего они ютуб-канал? Ну что же? Что вы делаете? Молотки? Стамески? Вы там красите, белите, делаете бутерброды. Вот что? Чем вы будете гордиться? Что вы будете внести? О чем вы будете рассказывать? Это важно. У вас всегда должна быть ровная четкая линия поведения. Знаете, есть люди, которые хотят всем понравиться. Вот даже вот в своей жизни я это ощущал, когда вот есть компания ребят, и кто-то там подставил, ты говоришь, что тебе подставят, и не хочешь с ним общаться. Да-да-да, какой он плохой. А потом, а ты знаешь, он с ним дружит, ведет там бизнес и так далее. Меня такое бесит. У меня есть либо друзья, либо я там, ну прям в доску друзья. Либо я чуть холодно к ним отношусь. А есть, которые вот прям все хотят понравиться. Я считаю, это неправильно. Стать популярным, ну не сложно. Есть определенная сумма, цена. Но и по времени это очень быстро. Ну, за, вот я вас сейчас выложил, все эти мои друзья, все, вы завтра уже все право знают. Что вы с этим будете делать? А стать лучшим, это часы работы. Есть правило десяти тысяч часов. Оно работает во всем. Что бы вы ни делали, правило десяти тысяч часов. Поэтому и нет конкуренции, допустим, у меня. Нельзя быть самым лучшим гостинским хирургом. У каждого своего клиента и так далее. Но я знаю, чтобы сделать тот результат, который делаю я, нужно десять тысяч часов. Нужно тысячи операций, как я. И так же меня учили, и так же я учил. И когда вы тратите деньги, вспоминайте эту фразу, фразу пионера американского маркетинга, что эффективность затрат на рекламу невозможно измерить. Это действительно так. Невозможно понять, благодаря чему и за какую стоимость вы станете популярны. Но второй вопрос, сколько стоит удержать эту популярность. И вы всегда, всегда, всегда должны себя готовить к наихудшему. К наихудшему себе. Не знаю, завтра что-то случится с бухгалтером, с финансовым директором. Завтра там забрали бизнес. Там не знаю, все ноутбуки, там денег не стало, там обвалилась крипта. Вот что вы будете делать? Что вы произойдете? Вот ваши действия завтра. Когда готовят морских котиков, вот нужно три минуты удержаться под водой. Когда ты, ну ты не удерживаешься, если ты сразу постараешься выплыть, ты потонешь. Ты должен дать себе возможность утонуть. И когда ты падаешь ко дну, ты отталкиваешься ногами. Не все это знают. Поэтому моделируйте в своей жизни всегда головенные худшие варианты развития событий. Веря в хорошее. Но готовьтесь к этому. Поэтому делайте лучше, воспитайте свою команду и используйте время по максимуму. Все то, что вы делаете. В следующем блоке мы...